и всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine ну перед началом данного путешествия я бы хотел выразить огромную благодарность всем спонсорам своего канала спасибо вам ребята за вашу месячную подписку спасибо вам за поддержку финансовую поддержку для меня это очень приятно и это дает мне огромную мотивацию снимать в дальнейшем наши новые путешествия не только из-за спонсорства просто что вы любите уважаете цените мои видео и смотрите до конца наши путешествия как ты обратил внимание мы сегодня с вами с веб-камерой многие просили sky поснимай с вебкой да так когда-то делал саша galaxy спасибо ему огромное жалко что конечно он пропал с мира ютуба но именно он именно он меня вдохновил на съемки данных видео вот ну что же ребята как-то обратил внимание наша серия называется если жизни на газовых гигантах вернее если жизнь на лунах газовых гигантах насколько мы знаем по крайней мере в space engine я ни разу еще не встречал какую-нибудь теплую комфортную терру с жизнью с органической с многоклеточной одноклеточной на лунах газовых гигантов вообще я встречал один раз это это с модом мод на планеты на систему аватара кто смотрел фильм плюсик жирный в чат вот в общем сегодня мы также с вами находимся в той же системе галактики вернее находимся в галактике андромеда у меня есть уже такой некий кандидат сегодня посмотри двойная звездная система кстати по моему м 110 на фоне так двойная звездная система у нас состоит из оранжевого гиганта число планет 7 и голубая звезда число планет 3 есть еще вот такой жаркий газовый гигант вот посмотри интересно выглядит невероятно похож на планету из фильма чужих и что у нас по луном по у него так 12 лун но насколько я могу здесь видеть это небольшие такие планеты как есть с размером конечно и землю диаметр земной диаметр ну давайте посмотрим я не знаю все планеты конечно находятся замороженным состоянием можно сказать прохладная селема можно перелететь к ней по моему нету атмосферы насколько я могу видеть минус 28 градусов хотя нет есть тонкий какой-то слой атмосферы на поверхности co2 со2 так солнечные сутки 19 с половиной часов гравитация гравитация очень низкая я бы даже сказал как на луне ну что же быстро довольно таки я опустился на поверхность хотя если давайте сейчас сначала взлетим посмотрим сверху вроде бы видно как будто на планете какие-то облака но это не облака это получается просто я не знаю поле этот тонкий слой газа на поверхности что давайте вот эту информацию я скрою по моему это тонкий все-таки слой какой-то газа на планете тонкая атмосфера ну что ж я буду потихоньку опускаться попробую пролететь через этот слой газа либо это отражение такое отражение песка что отражение поверхности наверное скорее всего да да может быть замерзший углекислый газ хотя мне кажется замерзший углекислый газ выглядел бы куда наверное еще был бы светлее намного но если мы не найдем в этой серии жизнь на лунах то по крайней мере мы сможем с вами рассмотреть пейзажи пейзажи на этих планетах на фоне газовых гигантов это невероятно это очень здорово а что за белая точка на газовом гиганте обрати внимание ты видишь ее я тоже ее вижу может быть это тень день этой планеты почему она белого цвета отражение отражение очень яркая немножко непонятно ну да ладно давайте опустимся на поверхность и попробуем промотать немножко время ускорим посмотрим на вращение да все таки это наверно а нет это какие-то это мелкие астероида подожди стой креогенный астероид это понятно понятно то есть у этого газового гиганта я так понимаю какой-то вообще тонкий слой колец из астероидов да это не луна это сто процентов не луны ну здесь нету такого достаточного нету такой достаточной атмосферы чтобы посмотреть восходы закаты звезд поэтому мы видим практически весь открытый космос блин ну ладно давайте посмотрим еще на какую-нибудь луну креогенная пустыня планеты все замерзшие так а сейчас по моему солнечное затмение да посмотри действительно солнечное затмение ну ладно давайте перелетим вот к этой креогенной пустыне это тоже луна это тоже луна без атмосферы состав атмосферы ch4 и по-моему даже есть азот температура минус 194 градуса нет нет мне вот это вот не нравится конечно надо найти наверное что-нибудь более подходящее что-нибудь связанное с террой и так следующий представитель холодный газовый гигант система кстати находится неподалеку состоит она из всего лишь одной звезды белая звезда белый карлик наверное скорее всего и очень достаточно интересная такая система посмотри здесь у нас получается три газовых гиганта все они с кольцами холодный газовый гигант практически похож на сатурн я бы сказал но у сатурна намного больше кольца здесь прям такая тонкая какая-то у него система и смотри газовый гигант лежит на боку подобно нашему урану это удивительно а что по лунам по лунам мы имеем 10 лун комфортная пустыня холодная селена ну что ж давай попробуем прилететь на комфортную пустыню температура минус 19 градусов co2 со2 состав атмосферы гравитация такая же пониженная по моему на планете преобладает прямо таки оксид железа как на марсе посмотри какого она красного цвета оу действующий вукам вот это вот здорово это конечно очень клёво надо потихоньку спуститься примерно тогда нормально да ну здесь я скажу так что здесь вроде бы как бы толщина слой атмосферы чуть чуть больше поэтому мы видим даже такое немножко голубоватый оттенок неба м-110 на фоне и плюс наш газовый гигант вот это уже намного интереснее где-нибудь вот здесь можно приземлиться и промотать время ускорим посмотри насколько здесь красивое ночное небо так на газовый гигант ты видел да был восход звезды и сразу же у нас произошло солнечное затмение то есть здесь солнечное затмение можно смотреть на этой планете блин каждый день так ну ладно по нему все понятно холодная пустыня сейчас вот к этой планете мы кстати тоже вернемся и здесь еще есть теплая тэра вот это тоже достаточно интересно прохладный газовый гигант я смотрю все планеты здесь лежат на боку интересно так прохладный газовый гигант диаметр 149 тысяч километров состав водород и гелий естественно так а вот у этого газового гиганта очень маленькие кольца их даже вообще еле заметно и они достаточно близко расположены газовому гиганту а вот что мне нравится в версии 0.980 это разнообразие газовых планет здесь такие невероятные краски не то чтобы даже если сравнить с последней версией space engine там мне кажется как-то все более разнообразная верно вернее однообразная но здесь же здесь совсем немного по-другому ох это невероятно такой красоты я еще не видел ну конечно же после юпитера так ну что же что у него так по лунам горячая пустыня давайте посмотрим наверно информацию так атмосферные атмосферное давление 3 2 температура так парниковый эффект 116 градусов 907 сколько 978 градусов на планете блин невероятно вода вода 58 процентов углекислый газ 30 процентов ну что ж неплохо давайте посетим ее почему бы нет вы меня конечно простите но как вода может составлять пятьдесят восемь процентов то есть это пар наверно я так понимаю пар парниковый эффект ну как я не знаю ну еще и посмотри по моему с этой стороны планета да она раскалена облака аж светится посмотри то есть очень достаточно жарко на ней я бы даже сказал очень жарко да вот здесь вот действительно мы сейчас с вами опустимся на поверхность и принципе мы не должны видеть небо мы не должны видеть даже звезду это венера но с голубой атмосферой есть звезда интересно но 978 градусов на планете как это может быть явно здесь даже никакой организм блин даже никакая бактерия скорее всего не выживет если только какая-то экзотическая я не знаю инопланетная или что-то в этом роде так давайте посмотрим вот эта теплая терра меня заинтересовала мой взгляд на нее тоже сразу упал но ладно у нас программе газовые гиганты но почему бы не рассмотреть и эту планету правильно кстати она похоже отсюда вроде бы как на планету даже земля 6 лун 6 лун у планеты углекислый газ углекислый газ углекислый газ по моему даже есть h2o да есть вода есть вода есть вода в принципе планеты чем-то схожи с землей температура 55 градусов ну кислорода конечно здесь нету ну я скажу так что возможно на этой планете есть какие-то бактерии даже хотя что так а я понял все давайте ускорим время м-110 галактика млечный путь достаточно интересно посмотри мы прямо в каньоне с водой ну скорее всего здесь вода блин она просто даже горячие какие-то горячие источники может быть на этой планете 55 градусов так гравитация ну чуть ниже земной а что по давлению давление здесь не показывается к сожалению почему информация так физически плотность сжатия я не вижу давления может быть сжатия это есть давление немножко непонятно аааа так а где он а газовый гигант это у нас вообще в другой стороне я понял я не вижу заостренных скал обычно я люблю такие знаете какие-нибудь экстравагантные заостренные скалы горы отложения тоже наверное какой-то оксид железа почему здесь все такое рыжая оранжевая так ну давайте посетим наверное вот этот еще газовый гигант видел я провалился сквозь текстуры минус 209 градусов криогенный газовый гигант так так сразу по лунам луны все замерзшие газовый гигант тоже лежит на боку подобно урану давайте попробуем опуститься на ну на его поверхность так сказать да в его слой облаков по крайней мере вот отлично ну что о посмотри мы видим движение ветра ты видишь движение облаков движение его газов посмотри ты видишь вот эти волны это здорово невероятно я боюсь посмотреть вниз если увижу черную точку как в space engine последней версии это будет невероятно убийственно нет мы этого не увидели и это хорошо так ну что ж пора наверно вылетать отсюда ого вот кстати такое я впервые вижу давление там наверно вообще просто очень огромное катастрофичное так ну и что по лунам можно посетить конечно одну из его лун так все луны без атмосферы абсолютно криогенная селена а что я вижу на поверхности знаете я на поверхности вижу как будто отложение серы подожди так атмосферная состав ух ты на поверхности планеты два газа криптон и ксенон то есть это не сера это скорее всего цвет вот этих двух газов ксенон криптон насколько по-моему я помню вроде бы они бесцветные газы без запаха может быть конечно и это цвет этих газов может так работает симулятор просто я точно не могу сказать ну и скорее всего на планете сера так отлично подожди подожди а у меня включена атмосфера атмосфера у меня включены если мы их да есть есть атмосфера тонкая атмосфера есть довольно таки довольно таки интересно хотя вот если вот с этой стороны посмотреть как будто бы атмосферты и совсем нету на планете нет нет все таки тонкий тонкий слой есть да проглядывается есть как я и говорил то есть жизнь на лунах в симуляторе Space Engine мы не найдем это очень тяжело сделать ну если кто-то из вас знает где есть жизнь на лунах вселенной Space Engine пишите мне в комментариях под этим видео название системы точные координаты и тогда в следующей серии если что мы с вами поищем попутешествуем единственное повторюсь где я видел это с модом на аватара а вот ну что же наверное на этом я буду заканчивать данную серию всем кому понравилось обязательно пальчик вверх подписочка на канал и помните что космос и вселенная бесконечны и мы только начинаем свое путешествие всем пока пока до новых встреч пока пока пока